Дорогие друзья, разрешите вас поприветствовать и всех тех, кто наблюдает за нами, с помощью УРАВЭБа. Итак, недержание мочи у женщин. Позвольте не останавливаться на определении, я думаю, ни у кого нет вопросов по этому поводу. И хотелось бы сказать еще о том, что есть такое понятие, как уродинамическая стрессовая инконтиненция. Это тот параметр, который мы наблюдаем во время уродинамического исследования. Об актуальности сегодня говорили. Проблема достаточно распространенная. Я думаю, каждый из нас, это значительная доля пациентов или пациенток, которые имеют эту жалобу. В отношении финансо-экономических аспектов, к сожалению, на данный момент в России таких исследований нет. Но эта сумма достаточно значительная. Пусть, да, рентабельность этой операции и, собственно, затрат в Штатах несколько иная. Иная, но параллели и корреляции, они все же там. Говоря о теориях развития, теориях стрессовой инконтиненции, выделяют, собственно, четыре основных теории. Мы сейчас вкратце пройдемся по ним, потому что без понимания этого аспекта сложно представлять, как с этим разбираться дальше. Это положение уретры, это теория внутренней сфинктерной недостаточности, Это теория Гамака, автором которой является Деленси. Это тот самый Деленси, который говорил о трехэтажном уровне поддержки. И это интегральная теория, теория, выдвинутая Питером Петроссом, который приезжал в прошлом году в гости. И, я думаю, большая часть из вас была на этом семинаре. И, собственно, несколько слов в пользу той или иной теории. К сожалению, большинство из них не выдержали испытания временем, и теория положения уретры не получила достаточного подтверждения. Так же, как и не имеет такого подтверждения теория внутренней сфинктерной недостаточности. Так, порядка больше половины процентов пациентов с удержанием по данным видеородинамики имеют ту самую пресловутую открытую шейку мячевого пузыря. Плюс, говоря о теории внутренней сфинктерной недостаточности, максимальное давление закрытия уретры не имеет никакой корреляции с тяжестью стрессовой инконтиненции. Хотя работы, пытающиеся провести параллель между двумя этими состояниями, они были, но подтверждения все же нет. И в этой связи, говоря об анатомической классификации, в которой выделяли первый, второй, третий тип и смешанные, и они основывались на первых двух теориях, естественно, эта классификация тоже канула в лету. Я надеюсь, что больше ей никто не пользуется. Говоря о факторах основных, это возраст, ожирение, проды и курение. Я думаю, это и так всем из нас известно. И говоря о классификации, все же лучше выделять клиническую классификацию, потому что именно она дает основания обследовать пациента и в каком ключе это делать. То есть, говоря об осложненном, мы говорим о подтекании мочи, которое сопряжено с ургентностью, с хронической задержкой, это наличие предшествующих операций, это наличие пролапса, это позитивная культура и потеря больше 150-200 мл. По данным американской ассоциации, это тот минимум, который должен входить в обследование пациента перед оперативным лечением. Достаточно простой набор, это сбор жалоб, физикальный осмотр, остаточная моча и посев мочи. Собственно говоря, об опросниках, их великое множество, выделенные цветом, это те, которые имеют валидизацию на русском языке, но по данным работ сейчас на сегодняшний день нет ни одного опросника, который мог бы удовлетворить всем требованиям. Говоря о методах подсчета кратности, нужно выделять, у нас есть основных три разновидности. Это дневник времени мочи спускания, это дневник кратности объема и дневник мочи спускания. Собственно, этот последний, крайний вариант является наиболее оптимальным. И 3-7 дней – это оптимальная длительность, которую нужно давать пациентам для заполнения. Говоря о физикальном осмотре, основной акцент мы уделяем естественному выполнению стресс-теста. Есть так называемые пробы Умштена, Маршала, когда мы ставим два пальца под миду ретру и просим пациента покашлять. Подтекания нет, превосходная, так называемая симуляционная операция. Ставим под шейку, делаем, просим делать то же самое. И, собственно, на что мы обращаем внимание? На эстрогенный статус. Мы об этом не скажем в этой презентации, но есть те, которые назначают перед выполнением стресс-инконтиненции за 2-3-4 недели назначение топикальных эстрогенов. Эта практика тоже не получила подтверждения. Наличие дивертикул у ретры, об этом превосходно было доложено Александром Викторовичем, и наличие пролапса. Говоря о гипермобильности у ретры, этот Q-тип-тест уходит в прошлое. И, наверное, слава богу, потому что слишком много было внимания для этого теста, но наличие или отсутствие гипермобильности никаким образом не влияет на результаты. Поэтому, ну, собственно, зачем это делать? Говоря об остаточной моче, ну, собственно, все мы знаем о том, что при превышении определенных объемов 100-150 мл мы можем думать о патологии накопления мочи. И, собственно, этот пациент автоматически переходит в разряд осложненного и требующего более углубленного обследования. Ну, и для кого не секрет, наличие инфекции, собственно, приводит к обострению всех существующих жалоб. Ну, собственно, этот тот набор дополнительный для пациентов с осложненным недержанием мочи. Это ПАД-тесты, это уродинамическое исследование, это цистоскопия, учевые методы. Ну, и, собственно, показания для дополнительного обследования основные – это подозрения на нейрогенный мочевой пузырь, это пролапс, значит, 3 и более. Наличие просто какого-то вопроса, что пациент не укладывается в ваше представление стандартного индекс пациента со стрессовым недержанием мочи, запускайте этот протокол. Ну, и по ПАД-тесту есть часовой, есть суточный ПАД-тест и критерии, собственно, по которым вы можете сказать. 1,4 грамма – пожалуйста, есть подтекание, и более 4,5 грамм – есть подтекание. На 24-часовом ПАД-тесте. Все достаточно просто. Уродинамика, я думаю, это то, что останавливает многих гинекологов, наверное, мне так кажется. Для урологов это сейчас не такая большая проблема. Ну, и, собственно, сейчас я должен признать, что пациент с неосложненным стрессовым недержанием мочи, он не требует уродинамического исследования. Значит, собственно, слинк на основании жалоб и осмотра, он, собственно, почти нет никакой разницы, а в некоторых случаях эффективность даже и того выше. Плюс чтение трейсов, вот этих электрокардиограмм в урологии, оно очень-очень операторозависимо. Один прочитет так, другой эдак. Ну, и, собственно, мы знаем о том, что порядка 50% с ургентным недержанием мочи они во время уродинамики просто не показывают чего бы то ни было. Просто нужно помнить о том, что, мы, кажется, скажем дальше, о том, что порядка 15% пациентов могут иметь послеоперационную так называемую доновую ургентность, которая будет требовать назначения мхолиноблокеров, меметиков. То есть вы просто должны говорить об этом пациентам. То есть такая вероятность есть, и она почти непредсказуема. Ну, и, собственно, исследования основные, которые оценивали место уродинамического исследования в хирургии пациента, в лечении пациентов со стрессовой инконтиненцией. И, как вы видите, отношение рисков, если видите справа, вес, он перекрывает значение нуля. Это означает, что разницы нет. Ну, и, собственно, это исследование, которое сейчас проходит процесс перевью, это, значит, наша работа совместно с немецкими коллегами. И, собственно, уродинамическая нестабильность – это то, что также может влиять на развитие детрузорной гиперактивности. То есть мы говорим о том, что уродинамика в этом смысле в отношении фокуса на пузырь не всегда может дать нам какие-то результаты. Говоря о лечении стрессовой инконтиненцией, нельзя говорить только о хирургическом лечении, потому что есть и огромный пласт, это консервативного подхода, значит, это изменение стиля жизни, тренировка пузыря, упражнение мышц тазового дна, это использование механических устройств, это, значит, медикаментозное вспоможение. Ну и, собственно, говоря о таком краеугольном камне консервативного лечения пациентов со стрессовой инконтиненцией, это упражнение для укрепления мышц тазового дна. Был прекрасный обзор двухлетней давности Кахрейновский. Из лечения процент небольшой, и нужно признать, что эффект нестойкий. И когда вы говорите с пациентом, вы можете говорить, что 27-30% вам помогут эти упражнения, но эффект, он будет зависеть от того, как вы это делаете. Результат от тех упражнений, которые выполняются под супервайзингом или наблюдением уролога, знающего, как это делать правильно, собственно, они могут быть лучше. Ну, собственно, так Дмитрий Юрьевич говорил о фитнесах, там, с инструктором всегда, наверное, лучше. Значит, ну и говоря о остальных моментах потребления жидкости, да, действительно можно, значит, ограничить потребление питья, можно снизить, значит, массу тела, можно ограничить потребление продуктов, которые могут вызывать мочегонный эффект. Это все может иметь определенный эффект. Говоря о механических устройствах, о писариях, и для них есть место в консервативном лечении. Но, к сожалению, процент эффективности, приводящий к улучшению, он достаточно небольшой. Но о них тоже нужно помнить. Значит, несколько слов о, это выжимка из руководств европейских этого года, это те препараты, значит, которые имеют определенный эффект. Это дулоксетин, это ингибитор обратного захвата серотонина, он может быть предложен как временная мера. Это топикальный эстроген, временно он улучшает, но он не работает в качестве неодеванта, это то, о чем я говорил. То есть перед операцией нет никакого смысла, нет разницы. Это десмопрессин, это аналог антидиуретического гормона. Он тоже может быть предложен как временная мера, но не более того. Говоря о методах хирургического лечения, ну, собственно, они все здесь. Это субритральный слинк, это позадилонная кольпосуспензия, это ведение объема образующих веществ, и это искусственный сфинктер. Это те операции, которыми, я надеюсь, никто больше не пользуется. Если вдруг где-то вы увидите, говорите, что это неправильно. Значит, это те операции, которые стучатся в дверь, и, собственно, это и лазерное лечение, это и стимуляция. Я не буду говорить о том, что лазерное лечение, ну, это шик, на самом деле это не так. В фаб-медии есть определенное количество публикаций, то есть интерес к этому методу лечения есть. Ну, будет здорово, если этот результат, как еще менее инвазивный, даст определенные плоды и найдет свою категорию пациентов. Ну, собственно, выбирая метод лечения, нужно думать и помнить о следующем. Значит, медроутральные слинги, они так же эффективны, как и позадилонная кольпосуспензия, и шеечные слинги, но малая продолжительность операции – раз, малый риск осложнения – два, и короткий койко-день – три. Это те три момента, которые должны склонить нас на эту сторону. Ну, и, собственно, об этом говорил Александр Викторович, наличие дивертикла уретры, значит, это рецидивные какие-то моменты, это нежелание получить оперативное лечение, все те моменты, которые могут пациента склонить от выполнения оперативного лечения. И в Кахрейновском обзоре, значит, это был метаанализ, который включал порядка 62 исследований высокого качества. Но я прошу обратить внимание на доверительные интервалы, видите, 0,9,1,1. Ну, собственно, если это значение перекрывает единичку, это значит, что разницы между сравниваемыми группами нет. И вы можете видеть, что медроутральный слинг против шеечного слинга разницы нет, то есть разницы нет нигде, значит, но длительность установки медроутральных слингов, она выше в сравнении с другими методами. Да и новая ургентность значимо реже. Перфорация мочевого пузыря было значительное увеличение в сторону установки, значит, слингов, но это касалось установки позади лонных слингов, которые имеют такой негативный момент. Ну и, собственно, значит, по отдаленным результатам, видите, субъективная оценка через 7-11 лет, она достаточно высокая, то есть это порядка 80%, чего же более. Значит, говоря об объеме образующих веществах, ну, мне кажется, нужно понимать, что эта мера временная, она не стоит рядом со стандартными методами лечения стресс-инконтиненции. Буквально несколько слов о вариантах и видах протезных материалов. И, собственно, сегодня мы говорим о синтетических, неабсорбируемых, значит, по классификации Эймит. И это тип Эймит-1, это макропорный полипропилен. И, собственно, нужно помнить о том, что размер пор, превышающий 75 микрометров, он с легкостью пропускает макрофаги, фибробласты, сосуды. То есть он улучшает интеграцию этой сетки и снижает риск, значит, проблем, связанных с имплантацией протезного материала. И сегодня вариантов великое множество. Выбирайте оптимальный по, значит, по цене, по качеству. Это на усмотрение хирурга. Говоря о медуретральных слингах, нужно помнить о том, что есть небольшая эволюция, это позадилонный слинг, трансабтураторный слинг в варианте снаружи, внутрь, предложенный Делорме. Это вариант трансабтураторного слинга, который предложил Деливал изнутри кнаружи. И установка мини-слингов, это 6-7 год. Сравнивая позадилонный и трансабтураторный вариант, вы можете видеть здесь тот же самый принцип, в отношении перфораций, гематомы в этом смысле безопаснее. То есть меньше перфораций, меньше гематомы. Это у трансабтураторного слинга. И боль в бедрах, чаще всего это связано с прохождением через сухожилия аддуктора лонгуса. Естественно, у позадилонного метода этих проблем меньше. Во всем остальном, вы видите, ромбики пересекают значение единицы, то есть разницы нет, то есть происходные эффективности обоих методов. Несколько меньшим риском отличается трансабтураторный метод. Ну и, собственно, по мини-слингам, вы видите, в отношении эрозии и количества повторных операций мини-слинг уступает стандартным мидритральным слингам. Ну и, собственно, вы видите здесь и кривая обучения установки мидритральных слингов, она круче. То есть это сложнее. Действительно, кто их ставил, он знает, о чем я говорю. Ставишь сначала одну сторону, потом другую не можешь дотянуть или перетягиваешь. И это нужно много-много ставить этих слингов для того, чтобы чувствовать, как это все проходит. Ну и, собственно, по эффективности в 2011 году порядка 800 женщин. Более низкая субъективная и объективная эффективность. И, собственно, зачем платить больше? По антибактериальной профилактике, собственно, это все, если у вас нет локальных антибиотикограмм в вашей клинике, следуйте рекомендациям Американской ассоциации, и все будет нормально. По этапам операции летотомия, катетер. Это гидроприпаровка 1,5 см от наружного отверстия уретры. Это гидродиссекция для того, чтобы вошли правильно в слой. Значит, это выход под сухожилие, если вы используете вариант долевала inside-out. Это натяжение петли до ножниц. Обязательно помните, самое главное, лучше несколько раз не дотянуть, чем пациент получит обструкцию на следующий день. И, собственно, как это выглядит в финале. Не забывайте, что когда пациент у вас в летотомии, и вы ставите ножницы между уретрой и петлей, пациент потом ведь опускает ноги, и он получит необходимое натяжение. Не нужно радикализма. Ну и по послеоперационному периоду здесь два варианта. Кто-то удаляет катетер на первые сутки, как это делаем мы, только если пациент пожилой, чтобы не оставлять его лежать на следующего утра для снижения риска тромбоэмболии. Либо можно убрать через 4-6 часов с наполнением пузыря и дать возможность пациенту помочить самостоятельно. Значит, половая жизнь не раньше 4-6 недель и увеличение внутрибрюшного давления, то есть в виде физической нагрузки, если пациент страдает запорами, на 2 недели минимум. Ну и, собственно, контрольный осмотр. То, о чем говорил Дмитрий Дмитриевич, о 100% мониторинге. Действительно, пациенты могут не подъявлять каких-либо жалоб, и через полгода-год они будут иметь колоссальную проблему с мочевым пузырем. Буквально несколько слов об осложнениях. Это достаточно редкая процедура, достаточно редкое явление, но если вдруг вы с этим столкнулись, не приведи Господь, тугое тампонирование, если не работает, тогда селективная ангиомболизация, если нет, тогда открытая операция. Ну, собственно, о чем мы говорим, то есть есть вариант повреждения короны морбис, это анастомоза с нижней эпигастральной, с обтуроторной артерией. Это то, чего стоит избегать при позадилонном применении. Если мы говорим о тарсобтуроторном, то мы говорим об обтуроторном канале с соответствующим сосудистонервным пучком. То есть это УЗИ-картинка, если видно, через 8 дней после имплантации ТВТ огромных размеров гематомы пациент с ирритативной симптоматикой, и об этом нужно помнить. Это то, как это выглядит, когда виральное исследование, то, как выглядит проводник игла, и на каком удалении находится 2,5-3 сантиметра, если мы все делаем правильно. Достаточно безопасное расстояние, можно не бояться. От обтуроторного канала. При повреждении мочевого пузыря мы говорили об этом риске. И, собственно, если такое случилось, тестоскопия, поставили диагноз, перекололись, работаем дальше и ставим катетер до суток-двух. То есть эта ситуация не заставляет вас прекратить операцию. Если вы повреждаете уретру, здесь все несколько сложнее. Естественно, процедуру имплантации вы абортируете, закрываете дефект викрилом. И будем надеяться, что все будет нормально. Оно так и должно быть. По симптомам нижних мочевых путей мы говорили о ДНО-ургентности. Это порядка 15-20%. Это то, что может быть. И обязательно на первые сутки после операции оцениваем объем остаточной мочи. Это 100%. Я призываю вас всех к этому. И большинство этих явлений, которые пациент испытывает, они транзиторные. 2-4 недели все должно пройти. По обструкции, это то, о чем мы говорили, до 2%. Если пациент говорит, что что-то как-то мочусь, остаточная моча у вас нормально, то есть у вас не больше 100 мл, вы можете рекомендовать пациенту, если ему тяжело мочиться, интермитирующую катаризацию. Обычно в течение 2-х недель это все проходит. Если все же мы говорим об обструктивном моменте, то до 14 дней рассекаем переднюю стенку, выделяем слинг, небольшая тракция вниз, адекватная анальгезия и зашиваем обратно. Этого должно хватить. Если все же эта ситуация за этим периодом, тогда мы рассекаем, нам нужно будет рассечь слинг, устранить этот обструктивный компонент. Говоря об болевом синдроме, он может быть. Боль в бедрах, особенно при трансабтураторном установке слинга, даже не связанная с повреждением сухожилия аддуктора лонгуса, это все может быть. В течение первых 2-х недель это все должно самостоятельно разрешиться. Не нужно этого бояться. Обезболивание адекватное НПВСом, и все должно пройти. Если все же эта боль существует за этим 2-х недельным периодом, тогда думайте об исечении петли. По экструзии частота небольшая. У ТВТ эта частота чуть выше. Но, собственно, по клинической манифестации, я думаю, вопросов ни у кого нет. Можно попробовать наблюдение, применение локальных эстрогенов. Но чаще всего мы будем говорить об исечении экструдированной сегмента петли. И, естественно, сразу одномоментная установка нового слинга нежелательна. Если мы говорим об эрозии, то есть о выпадении в просвет мочеиспускательного канала, процент небольшой, и чаще всего удается разрешить этот вопрос эндоскопически, либо лазерным рассечением, либо рассечением ножницами. И, опять-таки, одномоментная установка слинга также не рекомендуется. Значит, в большом счете заключение я бы хотел сделать акцент на том, что знайте, как обследовать своего пациента, не попадайте в слепые зоны, знайте анатомию хорошо. То, о чем сегодня говорил Дим Димыч, это слепой котенок и такой матерый кот. Лучше быть матерым котом. И на сегодняшний день медуратуральный слинг – это золотой стандарт по эффективности, по проценту излечения. Ну и, собственно, спасибо вам огромное всем за внимание.